Всем привет! Это Ильин Сергей, он же Серенея из Гатчины. Я только что сейчас посмотрел фильм, который называется Финч с Томом Хэнксом. Сегодня был цифровой релиз, еще ночью он появился, но днем мне было некогда, сейчас посмотрел. Потому что мне особо хотелось его посмотреть, я его смотрел через силу, если честно. Просто я видел трейлер, но меня так заинтересовало, трейлер посмотрел на перемотки, потому что я вообще не люблю смотреть трейлеры, поскольку в них впихиваются самые интересные моменты, все спойлерят. Просто я взял на заметку, что такой фильм есть, что он про постапокалипсис, что там вот есть Том Хэнкс, есть какой-то робот, есть собака, они там бродят, что-то может быть интересное получится. И вот я посмотрел, долго распространяться не буду. Ой, но если в двух словах, то скука смертная, по крайней мере для меня. И режиссер там сериальный, ничего там в кадр такого не, то есть все очень пресно, хоть есть там и спецэффекты, они такие стерильные, чтобы действие топчется на месте, то есть действия как такового и нет. Есть постапокалипсис, там прожженный зоновый слой, радиация, высокая температура, вот этот Том Хэнкс шляется в этом постапокалипсисе, один, страница людей, мародеров, робот у него есть, типа как вот Валли в диснеевском, где Киллиан, пёс у него есть, как у Уилла Смита, как фильм «Я легенда». Книжки он там сканирует, ну это мне вспомнился сразу книга «Элая» с Дензилом Вашингтоном, но книжки он сканирует не чтобы там человечеству, чтобы они не пропали и каким-нибудь следующим поколениям досталось это, а он с другой целью. Он хочет создать робота, такого типа как у Блокампа Чапи, примерно такого же образца, с целью того, чтобы он заботился о его собаке, потому что он харкает кровью Том Хэнкс и скоро умрет, и о собаке некому будет заботиться. Вот такой вот сюжетец. И он ездит туда-сюда, разговаривает с этим роботом, имя там ему выбирали пять минут, типа робот ему говорит «Я хочу, чтоб меня назвали Вильям Шекспир». Я сразу подумал, может хорошо хоть полиграфом-полиграф или чем назвался. Ну, падение много таких неуклюжих ради того, чтобы кто-то там поржал из американцев, собачечка, которая там всякие моськи строит, реагирует на то или иное, как это любят. Я даже так и не понял, компьютерная она или выдрессивали. Ну, я думаю, проще было компьютерную нарисовать. Ну, вот, собственно, и все. Фильм топчется на месте. Ну, естественно, Том Хэнкс... Ну, ладно, я не думаю, что это будет спойлером, почему все это идет. Ну, вот, может даже с хоппи-эндом все это заканчивается, но без Тома Хэнкса. Я пробовал включать дубляж, там совсем все очень печально, и Том Хэнкс неправильно совершенно тембр подобран. И у этого робота, который в оригинале говорит сначала таким голосом, как вот Half-Life, точнее, Портал была. Две серии от Valve. Игра там... Гладос была, операционный, как я там, искусственный интеллект. Вот типа такими нотками. Кстати, озвучивал этого робота... Как его там? Калеб Ландри Джонс. Такой вот молодой, но очень перспективный чел, который получил в Каннах главный приз в этом году за фильм Нитрам. Вот я его очень жду, такой австралийский жесткий фильмец. Вот этот я реально жду. А вот я даже не знаю, кому можно порекомендовать этот фильм Финч. Ну, кому? Вот детям будет скучно, взрослым будет скучно. Потому что, блин... Ну, может, кому-то и понравится. Я посмотрел там на МДБ разброс оценок. Ну, есть там и десяточки ставят, есть единички. Я бы оставил этот фильм без оценки, потому что досмотрел вот реально с трудом. Вот такое мое мнение по этому кинцу. И это был Ильин Сергей, он же Сирене из Гатчины. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. До скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok